Всем привет! Сегодня история от Анонима. Давайте я вам ее зачитаю, дадите свои комментарии. В общем, приступаем. Добрый вечер, Калина. Извините за беспокойство. Пишу вам во второй раз. До этого писала письмо про свои тяжелые отношения с матерью. Очень благодарна разбору и дельному совету, который применила сразу же в общении с ней. Могу сказать, что мама немного угомонилась, а еще ей отправила видео с разбором на канале, чтобы она послушала хотя бы вас. Замечаю, что результат есть, но, конечно, мне еще есть над чем работать. Большое вам спасибо. Пишу я вам снова, так как начала замечать теперь в себе нарциссические наклонности, что меня очень сильно расстраивает. Я очень долго анализировала, много читала об этом, начала винить себя в том, что со всеми моими родными я не нахожу общий язык, кроме моей дочери. Так как отношения с матерью у меня были и есть недружные, я искала любовь и поддержку в других людях. Рано начала отношения с парнем, которого встретила, когда мне было 15 лет. Сначала мы просто общались, но потом инициатором отношений была я. Я нарисовала себе картину, что он добрый, заботливый, никогда не оскорбит, не повысит голос, умеет искренне, безусловно, меня любить. В общем, добиваться ему меня не пришлось. Я из кожи вон вылазила, чтобы понравиться ему. К тому же это был мой первый мужчина во всех смыслах. Короче говоря, пользовался мной как хотел, но мне это было и не важно. Мозгов-то у меня тогда не было. Отношения наши были токсичными, но чем больше были скандалы, тем потом через страдания сильнее была моя любовь. То, что вы рассказываете, это невротизм, это невротики, чистый механизм невротика поведения. Пока что в данный момент, что я читаю, нарциссизмом здесь не попахивает. Все как у невротика. Внимание мужской инициативы не было никогда от него. Цветов, подарков тоже никогда не было, как мой день рождения или какой-то праздник. Когда у нас сразу был скандал и денег на подарки у него никогда не было. Он жил с одной матерью без отца. Финансово жили они скромно, да и с матерью у них отношения, как и у меня, тоже недружные. Она вечно его гнобила и что-то требовала. Вообще такие отношения продолжались у нас несколько лет. Здесь остановлюсь, сразу что могу проконстатировать здесь. Два травмированных ребенка встретились, каждый искал друг в друге поддержку, безусловную любовь. Каждый ждал этого друг от друга. Давать никто из вас не планировал, вы хотели оба забирать. Поэтому у вас тогда и не клеилось. Но для того, что так как вы уже встретились и не хочется напрягаться, пусть невротик, у вас эта игра устраивала, страдания, примирения, а потом опять ругань и так далее. В общем, всех все это устраивало. Но я к тому, что вы оба не готовы были друг другу что-то давать. Каждый ждал, что кому-то дадут. Это не про здоровые отношения, когда игра в оба ворот происходит. То есть ты мне, я тебе. Здесь каждый ждал, это только мне. В общем, такие отношения продолжались у нас несколько лет. Мы расходились, сходились. Он обещал, что наши отношения наладятся, что он знает свои ошибки, чтобы я немного подождала, пока он изменится и так далее. Мне стукнуло 20 лет. Он был старше меня на 4 года. В 24 года ему захотелось ребенка. Сказал, что хочет, чтобы я была женой его, чтобы у нас была семья, и тогда все у нас будет хорошо. Нашел плацебо в этом, да, таблеточку, которая поможет. Кошмар. Дети не рожают и не воспитывают здоровых детей. Если что, вы оба не готовы сохранить свои отношения, а еще берете на себя адресность за другого человека. Браво. Самое, скажем так, верное решение в этой ситуации. На самом деле, это было... Ребенок, он надеялся, что скрепление, то, что уже рушится, это была та точка пиковая, после которой вы уже бы и не могли быть вместе. То есть вы уже окончательно подошли к разрыву. У меня в 20 лет не хватило мозгов понять, что в таких отношениях ни о какой семье речи быть не может. В итоге я согласилась, забеременела. Вся беременность прошла на нервах. Мой молодой человек так и не женился на мне. Гулял с друзьями, не работал, мог месяц не звонить. Я жила дома с мамой, а он у себя дома. Мама меня очень сильно поддержала. Впервые в жизни морально, ну, конечно, и финансово. А отец ребенка оказался не готов к семье ребенку. Я родила дыженьку, не жалея об этом. Видите, скрепляющий момент произошел, когда я супер-мега-максимально жертва. Мне плохо, меня кинули, бросили, у меня ответственность за ребенка. Моя мама ко мне приходит, дает, наконец-то, ту любовь, которую я от нее ждала. То есть через мужа, через это все страдания я все равно добиваюсь чьей-то любви. Ну, любви в кавычках относительно, да. Своей мамы, признания ее помощи, поддержки. То, на самом деле, чего я ждала с самого своего детства. После рождения дочери он предлагал мне жить вместе у меня дома, но я настолько возненавидела его после такого предательства, что не хотела. Сказала, что мне с дочерью лучше вдвоем, чем трепаться с ним нервом. Такое, видимо, он не ожидал, и в итоге он просто приходил, навещал ребенка, но не часто. Денег особо не давал, какую-то минимальную сумму и не каждый месяц. Ребенка попросил записать на него, чтобы дочь носила фамилию. Мне почему-то было стыдно иметь статус мамки-одиночки официально. Я тоже согласилась дать дочери фамилию отца. В общем, пять лет мы общались как родители, но общаться не могли нормально. Он не обеспечивал ребенку, ничего в жизни не пытался изменить, но при этом стабильно каждый раз жаловался, что хочет все вернуть, жить с нами, а я его не пускаю, видите ли. Знаете, я тут сразу вам скажу. Он не хотел напрягаться, менять что-то. Одни только слова, бла-бла-бла-бла. На самом деле он наставил, прими меня таким, какой я с моими проблемами. На самом деле это могло бы сработать, но вы не можете принимать. Вы ждете, когда вам будут отдавать. А вы уже его проверили, четко знали, отдавать у меня любви не будет, он будет только забирать и ждет от меня. А я отдавать не готова, у меня у самой недостаточно. Я от мамки только недавно поддержку получила. Плюс еще ребенок появился, ему тоже нужно отдавать, безусловную любовь. Потом я скандалами вытаскивала деньги на ребенка из него. Сама работала, экономила на себе и крутилась как могла. Мама тоже помогала, чем могла. Когда дочери исполнилось 6 лет, на мое удивление, ее отец устроился на хорошую работу. Впервые начал нормально зарабатывать и, конечно же, пришел и стал просить прощения за все и снова проситься в семью. Для меня было странным, что он за столько лет не женился, не нашел другую женщину, а все равно после всех наших качелей, моей ненависти и взаимных оскорблений, все равно не дает мне покоя и не может забыть. Здесь у вас закралась надежда, а вдруг вот она истина, чистый невротик и любовь. Столько мы с ним хлебнули, так нам было плохо, а друг друга вдоль и поперек знаем, и все-таки вот она надежда. Вы в очередной раз прыгаете в тот омут в этот момент, который уже сказал, с другой стороны, можно другой человек посмотреть и сказать, что еще прикалываешься, потому что столько лет его знаешь, 9 или 10 ребенок, уже ни черта не изменилось, какой шанс даешь, зачем? Вам это нужно было для себя самой, чтобы еще побольше залезть в невротическое. У меня тоже личная жизнь так и не наладилась, дочка постоянно болела, я работала часто без выходных, в общем, как-то так не до этого было. Вы и сами не хотели, потому что есть прекрасная невротическая связь, потенциал хороший, муж всегда приходил, всегда показывал, что вот эта вот галиматья, тягомотина невротическая, у вас прекрасная была роль с мужем вашим, ну, парнем, короче, отцом вашего ребенка, вашим спутником, и вы не были заинтересованы в других отношениях. Кто бы вам такой еще трэш и качель эмоционально давал, как не он? Ни один как бы нормальный мужчина в том плане, что кто за здоровые отношения, вам бы это не дал. Я ему позвонила, позволила общаться только с дочерью, а насчет отношений со мной это был спорный вопрос. Я сказала, что хочу увидеть, что он чего-то стоит, чтобы его принять обратно. Он заслужил доверие, показал, что изменился. Зачем это был ему нужный вопрос, я не понимаю. Ну, понимаете, его мама отвергала, он как собачка был с ней, у них плохие отношения, так он к вам, как собачка, за вами ходил. Вы слова, какие употребляете, доказать, подтвердить, допущу до себя, пока ты добьешься, докажешь, завоюешь, заслужи. Вот это вот ощущение, кусочек мяса над собакой, которым выслуживаться должна, заслужить доверие, допустить. Это вообще, прошу, это про любовь, это про уважение? Нет. Так если у вас с ним не клеится, вы его не уважаете, не любите, нет доверия, оставьте человека в покое. Это называется вот так. Ему это нужно было, ему нравится быть в этой унизительной позиции, вы ему замещаете его маму в детстве, повторяете все то же самое, что у него было с мамой, в общем. Вскоре началась война. Он на тот момент уже работал в Европе, должен был вскоре приехать домой в отпуск, но в итоге поехали мы к нему спасаться от войны. Никаких статусов беженцев не оформляли, не собираюсь это делать. Так вот, естественно, отношения токсичные продолжаются. Все данные обещания не выполнил, как обычно. Так он и не хотел, он уже как обычно, слово как обычно, ничего не меняется. Вы как обычно верите словам, он как обычно врет и обещает. Ничего из года в год не меняется, потому что у вас есть невротическая связь. Дочь как была на мне, так она и я ею и занимаюсь. Я не работаю, дочь учится пока что онлайн в Украине. Помогать я ему принципиально не хочу, меня абсолютно плевать, что ему финансово тяжело сейчас, логично. Он просто меня, он просто меня устроится на работу, а он просит, видимо, тут не просто описочка. Он просит меня устроиться на работу, потому что он не тянет в чужой стране семейное жилье, меня и ребенка. А я ему ответила, что пусть тянет, как хочет, и берет деньги, где хочет. И занимаюсь дочерью, еще походить не буду. Мне все эти года он не помогал, не переживал. Бывало, что в целых два года не перечислял деньги на ребенка, но я даже в суд не подавала тогда. Потому что вы знали, если у нас суд, дележка и все прочее, то наша невротическая связь заканчивается. Вы оба от этого в выгоде, вам обоим нужно это мытарство. Сейчас, на данный момент, вы в периоде того, что вы ему мстите, делаете ему больно. У вас есть повод почвы отыгрываться за все обиды, которые были раньше нанесены. В общем, даже когда он пытается претвориться порядочным, ответственным и угодить мне, мне все равно наплевать на все его чувства и трудности. Меня раздражает каждое его движение, слово, привычка и взгляд. Вот это и есть ваше истинное отношение к нему. Он вас дико-дико бесит. Вы его нифига не любите, так же, как он у вас. У вас есть невротическая связь. Ну, кушаем кактус, колемся и продолжаем это делать. Естественно, никакого сексуального желания у меня к нему нет. Он говорит, что нам нужно стараться вместе, чтобы начать все с чистого листа. А он, как всегда, это бла-бла-бла про свой чистый лист. А вы уже четко выучили, что ничего не изменится. Поэтому ему и не верите, и не начинайте с чистого листа. И желания у вас начинать нет. Вы изучили друг дружку вдоль и поперек за эти 10 лет. Я говорю, что ничего отдавать ему не готова. А согласна только получить, если он загладит вину передо мной. Тогда я подумаю. Его, конечно, бесят такие условия. Ведь напрягаться не в его стиле. Так и живем на одной территории, как чужие люди. Моя мама с нами. Я перекрываю ему воздух неосознанно. Меня бесит, когда он долго говорит по телефону. Когда я с ним разговариваю, он смотрит в телефон. Не пускаю к друзьям его. Хочу, чтобы он по выходным меня развлекал. Возил куда-то подарки, цветы, дарил комментарии, комплименты говорил. С дочерью помогал. Занимался всем этим. А этого всего нет. И смайлик такой смеющийся. Ну, вы ждете от него то же самое, что и ждали 10 лет назад. Человек не изменился, а вы все так же ждете. Продолжаете ждать. В итоге я злая, истеричная. И за мужчину его не считаю. Естественно. Бесконечно унижаю, потому что жалею. Потом снова унижаю. У него сдают нервы. Он иногда уезжает на сутки куда-то. Приходят пьяные. И так по кругу, по кругу. В чужой стране уходить куда-то мне стрёмно. Тем более в лагерь для беженцев. Просить у государства ничего я не хочу. Так как есть мужчина в семье, как ни крути. Где мужчина? Он вам никто. Он отец просто вашего ребёнка. Какой он мужчина? Вы, блин, о чём вообще говорите? Вы до сих пор ещё вот придумали когда-то образ для него. Я хотела верить, что он такой. А он как таким не оказался. Вот родила ребёнка, ему наплевать. Ничего не изменилось. А вы себе обманываете себя, что он мужчина. Да нифига он не мужчина. Он ребёнок, который от мамки своей отвязался. И к новой невротической мамке прилип. Повторяю то же самое, что было своего родной, которая его родила. Одна. Тянуть ребёнка здесь я тоже не хочу. Потому что он пропадёт как тогда. И ни копейки, боюсь, не увижу. Поэтому остаюсь с ним. Пусть хоть жильё арендует и кормит нас. Ну вот и результат. Хотя бы арендует жильё и кормит. Чего вам ещё надо? От него больше не просите, не ждите. Вы слишком хотите того, чего он вам дать не может. Моя мама тоже работает и себя обеспечить может. У меня вопрос. Если ваша мама там может работать, почему вы работать не можете? Мама же в возрасте уже, скажем так, ну не прям старенькая, но женщина в возрасте, да, где-то. И может это сделать. Так и вы уйдите на работу. А знаете, что получается, если вы уходите на работу? Невротическая связь прерывается. Я что, самостоятельная? Я не жертва? Мне не надо от него ждать? Просите. Ваша игра с ним просто накрывается медным тазом. Схема рушится. Поэтому вы не хотите быть независимой, самостоятельной и так далее. Вы 10 лет ждали, страдали, были жертвой и продолжаете это делать. Даже ваша мама в чужой стране старше вас нашла какую-то работу. Вы тоже это можете делать. Для себя хотя бы, на свои какие-то побрякушки. А знаете, что вы потеряете рычаг, давление на него. Если он увидит, что у вас есть деньги, то, что он просит на самом-то деле, да, он говорит, выходи на работу, помоги, я не могу один тянуть, денег нет. А вы говорите, не пойду, давай, 10 лет я мучилась, реваншизмом сейчас занимаетесь. Калина, как вы считаете, мое поведение это следствие мести или это наклонности нарцисса? Я всегда была требовательна по отношению к нему, когда могла повысить голос или оскорбить. Извините, длинное письмо, заранее спасибо. Короче, я вам так сразу говорю о том, что я думаю, что вы оба стопроцентные невротики, вы в позиции еще и жертвы, и если вы будете сильны, самодостаточны, или начнете работать, или, короче, вам придется отказаться от этого мужчины, или он увидит вас за другой в новой роли, а от этой роли вы отказываться не хотите. Если вы все еще застряли в позиции обиженного ребенка, который от него очень многого ждет, ничего не получит, потому что это тот человек, который готов что-то отдавать. Вот вы как начали отношения в позиции «ты мне», а он говорит «а ты мне», так до сих пор и тянете 10 лет, ничего не изменилось вообще, никак качественно вы оба не поменялись, не выросли, не повзрослели, психотравмы свои не решили, ничего. Ну, к сожалению, я говорю, как есть, да, вот меня спросили, я вот отвечаю. Что изменится, когда вы его отпустите? Выйдете на работу, все изменится, я вам сразу говорю. Закончится война, вернетесь домой, начните новую жизнь. Без этого мужчины ничего от него ждать не надо. Он вам никогда ничего не даст, ни вам, ни вашему ребенку. То, что он отец ребенка, это вообще ничего не значит. Можно родить и уйти, и бросить ребенка, и вообще, как он делает, не вспоминать об этом. Вы из него тянете, вы его заставляете, притягиваете. В общем, эта связь больная, которая делает больно, я имею в виду, да, которой вы заинтересованы, эта связь, имея такие отношения и такие эмоциональные качели, позволяет вам не расти, не становиться из-за ребенка взрослой и не брать ответственность за многое в своей жизни. Это легко. Это травма, и эта травма, обида, возможно, не в нем, конечно, дело в вашем детстве, ваших родителей, возможно, обида на вашу маму, скорее всего. Надо там решать. Тогда у вас этот, знаете, ключик подберем, все, эта история решится, и у вас интерес этот невротический тоже попадет. Перестанете быть невротиком. Это обида, это все держит, огромная обида и выгода от позиции жертвы. Я бы тогда остановила, что когда у меня суперпроблемы начались, он меня оставил с ребенком, тогда мама, наконец-то, мне дала любовь, своим вниманием, заботой. Вот ключик. И пока вы жертва, пока вы снимут в этой связке, вы для того, чтобы мама помогала, хоть вас неплохо, тяжело, а вам царе это всякие дают ненужные, вы об этом в прошлом письме писали, это ее проявление любви лезть в вашу жизнь, и вы это тоже считываете так. А так бы она вообще на меня не реагировала. Пока у меня есть проблемы, я невротик, мама будет равно меня любить. Давайте переходить на новый взрослый уже язык, вам надо учиться получать мамину любовь, маме учиться вас любить без проблем, а просто так бескорыстно, назовем так, безусловно, просто за то, что вы есть. Ни мама не умеет, ни вы не умеете, вы застряли в этой связке, вот вам ответ. Плохое что из этого, ребенок все это видит, и я уверена, что девочка будет расти с такими же проблемами, так же, как у вас, она просто с вас это считывает. Поэтому хотя бы для ребенка своего быть ей примером, решайте свои проблемы, задачи, это не нарциссизм, скорее всего, никакой, вы просто в крепкой невротической связке в позиции жертвы ребенка. Вот мой вердикт, как бы я это могла интерпретировать, исходя из письма, что у меня не было возможности задать вам какие-то дополнительные вопросы. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. В инфобоксе под видео моя почта есть, если вам нужна психологическая консультация, то пишите в теме письмо консультации, я вам отвечу. Ставьте лайки, пожалуйста, это очень помогает в продвижении канала, это очень приятно. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok